То есть это при смещении атланта по фейдингу С, тип С, помните? То, что в клинических условиях. Не, 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 не С, Т, четвертый, когда он выскочил. Когда атлант выскочил и сюда ушел, и зуб должен быть внутри отверстия атланта, он снаружи. Вытягивается голова, это делается в реанимации. Вы этим не бойтесь. Вытягивается, ротируется и защелкается опять на зуб. Будет слышен характерный щелчок. И при таком смещении, тип С и Д, С, помните, связка еще растянута, но целая, сильно травмирована. А тип Д, она уже разорвана. Поэтому пациенту оденут жесткий воротник филодельфия, и он будет в нем ходить, пока она не срастется. Не зарастет. Потому что там нестабильность. У меня были люди, приходили ко мне после аварии с разрывом поперечной связки. Они, когда делают флексию, связки же нету поперечной. Зуб начинает давить на спину эмоций, и они теряют сознание. Я их отправлял к Татьяне Николаевне, рентгену, она говорит, а знаю, у нас такие были. И они, когда кренгену ставят, чтобы делать фотку, бинтами приматывают. К кренгену, чтобы они не упали ни один удар. Реально. Приматуют. Надо же выйти в аппаранту. Врач щелкает, пациент теряет сознание, в рамную голову приводит сознание, получает с ним. Вот такой вот эгеморроз. Вот. Вот этот метод порешил гидру. Ну, если вы хотите тракции поделать человеку, к вам такие люди не придут, они будут приниматься к термотатуре. Вот удобно. Видите, как? Можно сделать щелк. То есть я вытянул шею. Ух ты. И таким образом посеточные суставы расклиниваются, и мануальная терапия очень безопасна. Щелк, щелк, щелк. Ремень подбирайте длины, чтобы вы руками достали. Если вы будете там возле окна, вот видно? Вот я хорошо рассчитаю. Можно чуть затяни еще. Надеюсь. Там надо быть на одном. Ну, давай, наверное, поближе. Затянуть. Вот. Вот. Удобно как. Видно? И в косой проекции можно. Ну, когда вы правите ремнем, косая проекция не удобна. Потому что можно вот просто так. Раз. Два. Но вы же видите, методы шеютера не позволяют убрать ротационный подвык именно атланта, аксиса. Потому что мы флексу-то не можем сделать. Он предназначен для того, чтобы выскочивший атлант относительно зуба поднять, он же вот здесь будет, как вы засунете зуб выше, поднять выше зуба и одеть опять ныне. Понятно? Потом шея фиксируется. Или циррикально-таракальные гипсовые повязки. Аналогично, когда плечо выскакивает. Обычно гипсовую повязку ставят в травматовой повязке. Когда плечо выскакивает, как плечо? Да, когда плечо выскакивает, ставили на место, примотали руку, мобилизовали. Тоже вытаскивают на место, ставят. И там рвутся связки. Но здесь при типе смещения атланта по фривену тип Т, там уже порвано поперечный. Вот если она не порвалась, то он не выскочит. Это тип С будет, как мы смотрели. Понятно? Это настоящая травматология. Врачи-травматологи работают, они этим снимают. Привозят после аварии, делают снимок, КТ. Человек лежит неподвижно, но так как он выскочил атланта, ему будет видно. Потому что боковой проекцией зуб будет впереди атланта. Он должен быть внутри, он впереди. Понятно? Вообще, не только. Ну, все, вот такая методика. Понятно? Раздерплен. Астану.